Как обстоят дела на Транскаме и военно-грузинской дороге и когда во Владикавказе откроются ёлочные базары? Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в эфире новости на телеканале Осетия. В студии Елена Черенкова. Здравствуйте! И коротко о главном. Первый взрослый документ сегодня в правительстве Северной Осетии вручили паспорта 25 ребятам. Торжественную церемонию приурочили ко дню Конституции. Легендарному фильму Фатима исполнилось 60 лет. В Остинском театре прошел праздничный показ картины. Я бесконечно счастлива, что я смогла приехать. Специально к юбилейной дате в республику приехала главная героиня фильма Тамара Кукоева. Садик не надо соединять со школой. В селении Рассвет планируют объединить практически пустующую школу и детский сад. Родители с возможными нововведениями категорически не согласны. В чем причина такой оптимизации? Расскажем в выпуске. Сегодня в России отмечают День Конституции. В этот день, 25 лет назад, всенародным голосованием был принят основной закон России. Жители республики с этим праздником поздравил глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров. Он отметил, что принятие основного закона России стало выбором россиян, пожелавших встать на новый демократический путь развития государства. Глава подчеркнул, что Конституция закрепила базовые ценности нового строя России, обозначила правила и свободы ее жителей, стала символом национального единения и залогом консолидации всего гражданского общества. Вячеслав Бетаров выделил, что задача главного каждого гражданина России, в том числе и нашей республики, неукоснительно соблюдать основные положения главного закона страны. И пожелал, чтобы этот праздник объединил усилия всех граждан для плодотворной работы над процветанием Осетии. Сегодня по всей стране прошел всероссийский прием граждан Северной Осетии в числе регионов, где руководители в министерстве и ведомств высушили просьбы людей и на месте попытались решить проблемы. Больше всех обращений поступало в правительство республики и администрацию Владикавказа, что в основном беспокоит жителей республики, выясняла моя коллега Тинатин Музашвили. Владимир Тегишвили более 20 лет проработал на Крайнем Севере, нефтяной промышленности. И смотря на стаж, пенсия мужчины всего 15 тысяч. Обратился в пенсионный фонд. Проблема в том, что более 20 лет проработал, а базовая маленькая пенсия. И вот пришел поинтересоваться, почему. В пенсионном фонде объяснили, чтобы выплаты стали больше, нужно отработать еще два года. По словам работников фонда, единый день приема граждан дает возможность дать подробный ответ всем обратившимся. Однако консультации не ограничиваются на одном дне. Специалисты всегда готовы ответить на любые вопросы. Прием ведем не только в этот день, стараемся там, а вообще прием каждый день, рабочий день в любое время. Значит, если посетитель пришел, я должен его выслушать и проконсультировать, или помочь, или заняться его вопросом. В единый день приема граждан люди смогли обратиться в различные учреждения. Ответить на вопросы горожан сегодня были готовы и в администрации местного самоуправления Владикавказа. Просьбы были самые разные. У Зарины Дряевой, к примеру, двое детей с ограниченными возможностями здоровья. Женщина просит проложить стратуар к школе, чтобы детям легче было добираться. В единый день приема граждане обратились и в правительство республики. По всем вопросам были даны разъяснения. Обращения, которые требуют более тщательного рассмотрения, взяли на контроль. Тенадин Музашвили, Игорь Войцеховский, Новости Осетии. Главный документ гражданин России получили сегодня 25 ребят. Вручение прошло в торжественной обстановке в Доме правительства. Его приурочили к празднованию Дня Конституции. Юноши из всех районов республики официально стали гражданами нашей страны. Документы вручил первый заместитель председателя правительства Ахсарбек Саботкоев и главный федеральный инспектор Владимир Келихсаев. Они поздравили ребят с получением паспортов и пожелали им успехов и развития. Сегодня у вас уже есть успехи, и это нас радует. Мы чувствуем, мы знаем, что наше будущее в надежных руках. И вы внесете свою лепту в развитие нашей страны, ибо от вас зависит будущее России. Ваша основная задача сегодня, вашего возраста, это учиться, хорошо учиться, получать знания, потом применить их в жизни, для того, чтобы наша маленькая Осетия в составе России чуть продвинулась. День Конституции отметили сегодня и в Русском академическом театре имени Вахтангова. В торжественном мероприятии приняли участие представители национально-культурных обществ. К собравшимся обратился министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Суциев. Он поблагодарил представителей общественных организаций и национально-культурных обществ, которые активно поработали в течение года и вручил им грамоты. После официальной части гостям показали концерт. 25 лет, наверное, достаточный срок. Это время жизни целого поколения для того, чтобы мы обернулись, посмотрели на эту четверть века, вспомнили те события, которые пережила Российская Федерация за этот срок. Мне кажется, что время это подтвердило жизненность нашего основного документа. Транскам закрыт для всех видов транспорта. Движения ограничили сегодня в 12 часов дня. Такое решение было принято в связи с резким ухудшением погодных условий на территории Грузии. Сейчас скопления транспорта на российской границе нет, отмечают в МЧС Республики. В чрезвычайном ведомстве также отметили, что в районе населенного пункта Бурон разворачивают пункт обогрева. Также для всех видов транспорта закрыта военно-грузинская дорога. Движения перекрыли в 13 часов. Напомню, вчера вечером ввели ограничения для большегрузных автомобилей. В настоящее время на российской стороне порядка 150 единиц транспорта. В горных районах Северной Осетии на ближайшие сутки сохраняется лавиноопасность. Силы и средства МЧС, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. На обоих дорогах силами МЧС России выставлены пункты обогрева. И в ближайшие сутки в горах сохраняется лавиноопасность в горах Северной Осетии. Настоятельно рекомендуем участникам движения планировать свое передвижение в соответствии с складывающейся обстановкой. В одной части здания звонок на перемену, а в другой – тихий час у малышей. Именно такая ситуация может сложиться в селении Рассвет. Там хотят объединить школу и детский сад. Дело в том, что сейчас образовательные учреждения практически пустуют. Учатся там всего 9 человек, хотя рассчитано здание школы на 200 мест. А в детском саду 17 человек. В администрации Ордонского района говорят, содержать два здания слишком накладно. Родители детей возмущены и против такой оптимизации. Даже написали письмо главе республики Вячеславу Бетарову. В ситуации разбирался мой коллега Николас Джоев. Ну какой-то странный дед в шубу мамину одет. Дети учат стихотворения, готовятся к Новому году. 2019-е они еще встретят в своем детском саду. А вот следующий Новый год возможно будут встречать в соседнем здании. Персонал детского сада и родители дошколят выступают против воссоединения. По их словам, школа не рассчитана на то, чтобы расположить в ней еще и детский сад. «Садик не надо соединять со школой. Никак нельзя. Потому что, ну да, сейчас у нас детей мало, но другие же районы, другие же села открывают из-за трех детей. Почему у нас хотят закрыть, как это, перевести детский сад в школу? Не надо». «Мой ребенок ходит в этот сад. Я тоже не хочу, чтобы этот сад закрыли». Елена Хурумова всю жизнь проработала в школе и детском саду. Последние несколько десятилетий была заведующим детским садом. По ее мнению, необходимости в том, чтобы школьники и дошколята находились в одном здании, нет. «Здание детского сада – это послевоенное здание. Но оно хорошее здание. Здесь детям очень комфортно. Комфортно, в том смысле, что имеются все условия необходимые для ребенка, для развития ребенка». Сами дошколята тоже довольны своим детским садом. «Вам нравится в этом детском саду?» «Да!» «Кормят вкусно?» «Да!» Сейчас в школе «Селение Рассвет» всего 9 учеников. Но самих детей школьного возраста, по словам жителей, около 50. 18 из них на автобусе ежедневно возят в первую ордонскую школу, до которой 30 километров. Некоторые дети самостоятельно ходят в школы в соседних селениях. На вопрос, почему дети не хотят учиться в родной школе, руководство учреждения отвечает – специалистов нет. По словам старейшины села, когда-то в школе учились до 70 детей. Все изменилось в 2009 году, когда образовательное учреждение решили сделать восьмилетним, а учеников старших классов перевезти в ордонскую первую школу. Тогда же сократили штат, уволили порядка восьми педагогов. Учить детей практически стало некому. Идею переноса детского сада в школу старейшины также не поддерживают. А продать и реконструкцию, какие-то движения сделать – это для кого? Для людей? Нет. Это для кого-то. Это надо, наверное. А так создавать надо, наоборот, вселение, все необходимое, которое и садик, и школа. И тогда люди, и молодежь будет приезжать на место и жить, и здесь создавать все услуги. Здесь очень удобно. Среди преподавателей школы сегодня всего один молодой специалист. Чермен Бекоев преподает историю. Говорит, работает в основном за идею. Школу, в которой учился сам, бросать не хочет. Насколько мы знаем, вы в этой школе единственный молодой специалист. Скажите, какие здесь условия, и соответствуют ли они требованиям, и как вам здесь комфортно работать? Конечно, к сожалению, я здесь единственный молодой специалист. Хотелось бы здесь больше. Но видно, что никаких условий для… Очень трудно молодым специалистам, как завлечь в школу. Мы видим, что молодежь в школу не идет. Нет условий и финансовых, и очень большая нагрузка, и бюрократическая нагрузка, и требований очень много. Естественно, ожидания. Нагрузка очень большая, требования большие, а оплата не соответствует. Поэтому, конечно, очень трудно. Идея объединения детского сада и школы принадлежит администрации Ордонского района. В чем ведении находятся оба здания. По словам руководителя администрации района Заурбека Магомедова, объединение школы и детского сада поспособствует улучшению условий для детей и школьников. На 2019-2020 годы из средств муниципального образования планируется реконструировать школу. Обустроить столовую, санузлы и переоборудовать одно крыло школы под детский сад. Планируют потратить 5 миллионов рублей. Если мы будем в дальнейшем содержать одно здание, здание школы, а там на сегодняшний день только 9 обучающихся, а здание школы рассчитано на 200 детей, сразу возникает вопрос целесообразности содержания этого здания. А в детском саду у нас 17 детей. Почему бы не перевезти и не сделать одну образовательную организацию? По словам Заурбека Магомедова, содержание двух отдельных корпусов району обходится слишком дорого. И если удастся осуществить задуманное, то здание нынешнего детского сада и его территорию выставят на аукцион и продадут. По заверениям чиновников, в результате изменений ни один сотрудник школы и детского сада не потеряет работу. Сейчас в администрации Ордонского района окончательного решения об объединении школы и детского сада еще не принято. Этот вопрос предстоит согласовать с жителями села. Без их одобрения никаких действий предпринимать не будут, пообещали в администрации. Николай Чуфик, Роицховский, Новости о Сети. В Гизеле все еще не завершены работы по замене газовых труб. Больше трех недель назад мы уже говорили об этой проблеме. Представители компании «Газпром» газораспределения «Владикавказ» тогда заверили, что работы завершат в течение 10-12 дней, то есть к концу ноября. Однако ситуация не изменилась по сей день. Траншеи, вырытые по всему селу, до сих пор не закопаны, в том числе и у школы. Когда улицы приведут в надлежащий вид, неизвестно. На сцене Академического русского театра представители музыкально-поэтический моноспектакль «Испеть в четыре четверти пути». Автор и главный герой – поэт, актер, режиссер Владимир Радомысльский. В постановку вошли стихи, песни и размышления автора, которые сплетены в единую смысловую композицию. В своей поэтической постановке автор ставит вопрос о предназначении человека и его судьбе. Моноспектакль стал основой просветительского проекта автора жизнетворчества. За три года существования проекта спектакль увидели зрители более чем в 40 регионах страны. И, собственно, я на этой сцене, цель моя, просто в такой доверительной обстановке, в беседе я делюсь просто тем, что беспокоит меня, потому что любой автор, он все равно проживает и идет от себя. И если у нас с залом наступает такой момент, когда нам это интересно всем, вот это, и мы находимся на одной волне, значит, это тексты, значит, они, ну, не зря, и, значит, те, кто пришли, они не впустую привели время здесь. 50 елочных базаров откроются в ближайшие дни во Владикавказе. Зеленых красавиц привезут из Саратовской, Ульяновской, Самарской областей, а также Канады. Кроме того, в столице и районах республики развернутся торговые площадки с новогодней атрибутикой. По просьбе городской администрации цены на елки не будут отличаться от прошлогодних. Самые крупные елочные базары будут расположены на улице Барбашова в районе Олимпийского парка, на углу улиц Кисаева и Чапаева, на улице Московской, а также на проспекте Доватора-9. Также четыре новогодние ярмарки с елочными игрушками, украшениями и прочими новогодними сувенирами будут организованы на улице Морских пехотинцев, в парке имени Жуковского, на проспекте Мира, а также на Владикавказской. Помимо этого, с 15 декабря начнет работать продовольственная ярмарка, которая расположится по адресу улицы Астаны Кисаева-3. Открытые елочные базары будут с 8 утра до 8 вечера. К этому часу это вся информация. Больше новостей вы можете узнать на нашем официальном сайте илистон.тв и на страницах в наших социальных сетях. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok